всем привет дорогие друзья рад приветствовать вас на канале амигон это видео на иса как меня хотели посадить в тюрьму анимация давайте посмотрим я марик это вселенная где надо сказать что-то сногсшибательное рекламки проценты рекламы реклам по названию ролик что ж по названию ролика вы уже поняли что сейчас будет ну типа анимирована прикольненько даже целые глаза нарисована трэш да и у меня скорее всего будет гореть на протяжении всего видоса с кем он разговаривает но надеюсь хоть какой-то урок вы из этого усвоите мне на следующей остановочке остановите ха-ха-ха очень смешно но не так смешно как упавшая мыло в душе а если ты понимаешь о чем я блин нарисовано очень качественно довольно таки нарисовано очень круто в тот день я сидел в своем любимом кафе со своей любовью виде картошки фри и курочки в панировке странно что такой пустяк мог делать меня счастливым на гостей не многих лет видимо из-за всего того дерьма что со мной случалось в мелочах друг ждал меня в парке с девчонками мы собирались погулять что может еще сделать этот день идеальный я взял голос собой и в наушниках пошел к ним навстречу как оказалось есть кое-что что могло улучшить этот день увидя их издалека я помахал на что они посмотрев мою сторону с испугом моментально побежали в разные стороны непонятно что что и как только я собирался сделать звонок сразу же выяснилось что испугались они к сожалению не менее не дырысь загружаю в тачку ну так резко просто к слову чтоб вы понимали на тот момент мне 15 лет здоровенный бугай выкрутив мне руку как будто я ему ровня закинул меня в машину улыбнись на счет и на ее мои но фото на память же ну мы сразу же куда-то поехали долгий момент молчания пока на меня смотрит три рожа напрягая дальнейший наш диалог это почти что прямая цитата ты сядешь в тюрьму понял за что вопросы говори имена адреса телефона твоих друзей я сразу понял что андрюха что-то натворил но режим дурачка у меня на автопилоте с рождения м блин почему это ж м за что в б м ну я я не понимаю чем вы у в мы не видели как ты махал так что будешь отпираться срок увеличится Эх, знали бы вы, как сильно такие слова ломают детскую психику. Да я от стресса был готов заблевать им всю машину. Ну блин, я же кушаю. Не имеете права, я ничего не сделал. Тише, тише. Мои друзья сильно избили девочку и забрали её мобильной. Избили девочку, забрали мобильной. Не может быть. Никогда не поверю, что Андрей был способен на такое. Проще поверить, что училка по математике это выживший динозавр в юбке, чем в такое. В тот момент я понял одну вещь. То, что это несусветная чушь. Но в этом мире даже чушь порой бывает реально неправда. Как красиво сказал. Картошечку положи. Тряска уменьшилась наполовину, ибо сомнения в его словах были не стопроцентными. Но что бы ни было, я решил до конца защищать своего друга. Ну и тех двух самок, я хотя их знать не знал толком. Я был настолько потерян, что попросту пустил всё на самотёк. Пусть всё идёт своим чередом, а там уже разберёмся. Я просто вставил наушники и начал пить колу, глядя в окно. Очень крутая анимация, озвучка. Но они выдёргивают у меня наушники и заставляют звонить всем последним номерам, с которыми я связывался. И тут слава богу, что у меня с детства привычка не сохранять номера. Ибо я часто менял телефоны, потому что продавал их, чтобы купить более важную вещь. И я знал, что в списке, хоть и далеко, но всё-таки есть номер Андрея. И надо что-то придумать. Я включил режим отбитого нервного психопата. О, ну давай, я позвонил, ну давай. Первому по списочку, да? Щас я наберу, щас я наберу. Это был мой одноклассник. Алло. Здорово. Я хочу пиццы. Алло. Ну? Да что мне сказать ему? Спроси, где он? О, Женечка, дружочек, друг мой, любезный, любимый мой друг Аленок. Мамамамах. А ты где? Дома. И что ты орёшь на меня, дебил? Да просто захотелось поорать немного сейчас. А ещё, я ещё что-нибудь спрошу, ты только трубочку не бросай. Хорошо? Так, давай сюда. Звони нормально, без глупостей. Вы просто сказали звонить, что мне говорить, я не пойму. Просто обычный разговор, как дела, что делаешь и прочее. Не выводи меня, реально. О, хорошо, хорошо, как дела, что делаешь? Ну разве вы, ну, если вы звонили уже, типа разговаривали по телефону, разве есть смысл ещё раз звонить и что-то спрашивать? Это так нелепо, блин, будет. Ну нелогично же. А всё будет. Алло. 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 Ну здравствуй, мать. Что делаешь? Здравствуй, мать. Ты дома? Нет, блин, у соседей убираешь. Ты сам-то где? В тот момент по их удивлённым свинским рожам было понятно, что они были не готовы к такому повороту, что незаписанный номер может оказаться номером моей мамы, ведь я мог ей всё рассказать. И будь проклят, эти пацанские принципы, не жаловаться как девочка родителям. И они были у меня в достатке. Я гуляю пока. Ну ты мне скажи, ты к чё? Они меня мурыжили так ещё пару номеров, разговоры все как один были похожи на разговоры с отставым, в чём я, конечно, крайне старался. Катав меня так ещё на протяжении получаса, меня выталкивают из машины даже не там, где повязали, а около моей любимой кафешки со словами... Подумай, кого ты защищаешь, дебил! По большей части спасло то, что полицейских нагнетал тот факт, что мне постоянно пытается дозвониться мать, чтобы узнать всё-таки, где я. Спасибо, мам. Я был морально уничтожен, желание проблеваться от гнева к ним было невыносимо. Я всю дорогу до дома шёл с сжатым в руке стаканчиком из-под колы и сжимал его настолько сильно, что даже не заметил, как краска от стаканчика отпечаталась мне на ладони. Успокоившись, я, конечно же, позвонил Андрею и был удивлён. И неудивлён одновременно. Андрей выпивал нефильтрованный сок на улице. И как только увидел рядом проезжающую полицейскую машину, он просто решил резко переместиться от них в парк на лавочку. И всё. Но у этих трёх поросят норматив. Надо поймать энное количество подобных нарушителей, чтобы на работе по головке погладили. Поэтому давайте закошмарим этого пацанчика с колой, он по-любому причастный. Блит, это да. Ребята, знаете свои права? Вот такой блит я иногда не понимаю. Зачем вот реально тормозят ни за что? Докапываются. Бывает такое? Вот это реальные случаи жизни на самом деле. Что докопаться могут на улице. Ты просто идёшь себе спокойно домой. До тебя просто докапываются. Спрашивают твои документы. Кто ты? Что ты? Зачем? Зачем вам это надо? Я просто иду домой. Чёрт побери. Я просто никого не трогаю. Иду домой. Зачем? И такое случается. Да. Серьёзно. И не оставляйте безнаказанно подобное свинство. Шлите их... А, ну да. Ух. Боже, даже легче стало. Сыграй на последний раз, Дэнни, и я домой. А я? А ты нет. Блин, вообще хорош. Нравится, нравится данный автор. Буду ещё в дальнейшем смотреть его ролики. Довольно-таки интересная, хорошая, интересная анимация. Довольно-таки очень круто сделано на самом деле. И я не ожидал. Я не ожидал. Всё качественно и хорошо. И вызывает даже эмоции у меня к тому, что, блин, реально это так неприятно, когда тебя тормозят просто так беспричинно и начинают докапываться. Когда ты просто, ну, иногда можешь устать после работы или же после школы, идёшь, просто никого не трогаешь. И до тебя докапываются. Ты такой думаешь, ну зачем? Ну что вам надо? Ну типа это, ну, такое себе. Такое себе, да. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Советуйте также другие видеоролики данного автора. Будет интересно посмотреть на его творчество. Желаю всем хорошего настроения. И всем до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok